Привет ребята, вы находитесь на канале Кролик Мун, я Мунлорд. Давайте вспомним былое. Сегодня я расскажу вам ровно о 32 ресурспаках, которые смогут улучшить ваш ванильный майнкрафт. 700 лайков и я начну работу над шестой частью. А мы начинаем. Social Armor меняет текстуру брони таким образом, чтобы каждый игрок на сервере смог увидеть и заценить ваш прекрасный скин. Colorful Container Sky добавляет свою тематическую текстуру интерфейсу каждого блока, с которым можно взаимодействовать. Я думаю это выглядит очень минималистично, но и очень приятно. Cleaner Hotbar. Даже по названию можно было уже понять, что он меняет ванильный хотбар, а именно делает его более прозрачным, а следовательно и приятным глазу. Следующий пак с непроизносимым названием добавляет вариативность некоторым текстурам в майнкрафте. Вас же бесит один и тот же паттерн, ну допустим на руде так же как и меня. Вот и решение. Конечно старые паттерны никуда не делись, но они стали большой редкости. Moa Wandering Trader. Очень простой и по-своему гениальный пак. Теперь странствующие торговцы будут иметь разный цвет накидки. Не знаю зачем, но пусть будет. Вам понравились новые пиглины? Видимо создателю пака Пиглинс и Иглинс очень. Поэтому он заменил текстуры всех жителей, да и не только жителей, на пиглинов. Выглядит достаточно забавно. Totems это пак для настоящих любителей тотемов. Он добавляет двадцать одну текстуру тотему просто по переименованию. Сделать из тотема сюрикен? Да почему бы и нет. Артисти пак дарит нам переработку всех картин в Майнкрафте. А именно добавляет картины из реальной жизни известных художников в Майнкрафт. Например, Звездная ночь Ван Гога, Мона Лиза Леонардо да Винчи, ну или же Крик Эдварда Мулка. И не только. Как я взял в руку кролика, мне помог экструрпак Spawn X3D, который заменяет яйца призыва на маленькие модельки мобов, которых они призывают. Warning Subtitles. Этот ресурспак изменяет цвет субтитров в зависимости от их важности и опасности, чтобы привлечь внимание к более важным субтитрам и наоборот не привлекать внимание к бесполезным. Snow People меняет лицо снеговику. Не понял. Вот так лучше. Он добавляет множество вариаций для лица снежного голема. Variated Book Cases позволяет вам построить красивые библиотеки из рандомизированных книжных полок. А тут и говорить нечего. Наблюдайте. Обожаю делать поля из пшеницы. Очень просто и достаточно красиво. Но как сделать еще круче? Поставить Short Golden Weather Pack. Идет что такое. И тут ловушка. Открывающий инвентарь. А тут Cracket Guide. Текстурпак, который добавляет немного покоца на вид инвентарю и интерфейсом блоков. Теперь расскажу о паке, который добавляет вариативность текстуре железного голема в зависимости от биома, в котором он находится. Biom Creepers. Старательно маскирует криперов под биом, в котором они находятся. У многих из вас слабые компьютеры. Когда-то и мне приходилось играть с быстрой графикой. Так вот, я ненавижу эти уродливые листья с такими черными проборами. Но с текстурами Improved Fast Leaves они приобретают более приятную текстуру. Следующий пак позволит вам видеть степень поломки предметов по их текстуре. Очень удобно, а главное практично. В реальной жизни, когда картошка уже зрелая, то на ней расцветают цветки. Potato Flowers добавляет немного реализма в нашу любимую игру. Обожаю курочек в Майнкрафте. Но теперь еще больше. Butter Chickens добавляет множество новых красивых экстур для курицы. Почему мои руки не пачкаются, когда я беру в них красители? Потому что все красители у нас в горшочках. Dye Pots добавляет маленькие горшочки для каждого красителя, чтобы наш Майнкрафт персонаж не пачкал ручки. Черепаший шлем дает нам больше плавать под водой. Но что же еще там дает такой эффект? Правильно, водолазная маска. Этот пак изменяет черепаший шлем на красивую водолазную маску. Очень вкусная еда становится еще вкуснее, если выглядит хорошо. Следующий пак изменяет текстуру обычной еды на более красивую. Из чего сделаны подмостки? Конечно же из бамбука. Но почему-то они выглядят как деревянные. Наш новый пак меняет текстуру подмостков на бамбук. Mojang недавно сменил свой логотип, но на Java Mine до сих пор стоит старый. Текстуры New Mojang Studio Logo меняют логотип при загрузке на новый. Анимация поломки блоков не менялась с самого основания игры. Если вам это надоело, то пак Breaking Animation Tweaks заменяет анимацию поломки блоков. Minecraft пластинки овальные и этим все сказано. Пак Records добавляют новую текстуру для пластины. Теперь они более скругленные и в принципе я думаю изначально так и должно было быть. Надоело смотреть на мясо, которое ты никогда не будешь есть? Хотите что-нибудь сладкое вместо него? Преврати это мясо во вкусное печенье. Линии на стекле выглядят ужасно. Но No Glass Lines убирает их полностью и теперь стекло выглядит гораздо лучше. Откройка инвентарь дружище. Теперь ты в розыске и за твою голову дают миллион алмазов. А во всем виноват Wanted Poster Guy. Как вы поняли он добавляет постер о розыске прямо за иконку твоего персонажа. XP Bar to Enchantment Text заменяет привычную полоску опыта на символ из языка Майнкрафта. Выглядит очень стильно и очень минималистично. Мне кажется я буду гонять с подобным текстур паком на постоянной основе. Shulker Gifts делает из обычных шелкеров разноцветные подарки. Честно я бы не очень хотел видеть такой рядом со своим домом. Самое время оставить лайк и подписаться на канал. Ссылки на все паки из ролика есть в описании. А я не прощаюсь. Скоро увидимся.